Теперь формула Байса. В отличие от этого даже других картинок не требует. Ничего, это просто некое алгебраическое наблюдение. Значит, формула Байса выглядит так. Вот, смотрите. Хотим посчитать А при условии Б. Оказывается, можно написать там. Это Б при условии А, но вероятность Б от А разделить на Б от Б. Вот это называется формула Байса. Сейчас, это очевидное наблюдение. Что будет, если я вот в той, в том краянстве умножу на Б от Б? Будет пересечение. Правда? Ну, хорошо. А теперь, значит, получается, что вот если я здесь умножаю на Б от Б, то с этой стороны будет пересечение А и Б. Но здесь это отвечает только чем? Буквки местами поменялись. Значит, будет пересечение не А с Б, а Б с А. Пресечение А с Б и Б с А. Это одно и то же. Вот, поразительным образом, это вот тривиальное наблюдение играет большую роль. Вот, первая роль, которая, так, звучит очень страшно, это, значит, машинное обучение, воспознавание образов. Это целая огромная наука, сложная, в чем, в чем очень такая сейчас активно развивающаяся, но для всех людей обычных она хорошо знакома по книжке про Гарри Боффе. Ряпа, вот это распределяющего факультетом, занималась распознаванием образов. Значит, она пыталась отнести объект к одному из четырех факультетов. Вот мы знаем, что вот в этом корпусе живут два математических факультета. Ну, один настоящий математический, другой тоже математический. Значит, это Мехмат и ВМК. Вот, представьте, что мы хотим поставить на входе в корпус робота, который бы здоровался со студентом с ВМК, говорит, здравствуйте, студент ВМК. А со студентом с Мехмата здоровался, здравствуйте, студент Мехмата. Значит, вот этот робот, ему надо отнести студента Х к одному из двух факультетов, Мехмату или ВМК. Как ему быть? Ну, что может этот робот делать? Ну, он будет смотреть, не знаю, взрослый, вес, цвет глаз, спрашивать у студента, умеет ли он пользоваться компьютером, знает ли он, чем отличается мышка там от клавиатуры, да? То есть, некий список вопросов или там поездок. Но понятно, что вот если такой список составить, то в принципе он может быть и там, и там, правда? Ну, и там, и там есть, наверное, люди такого роста, там, и там есть люди, умеющие пользоваться компьютером. И однозначно сказать, кто-то не получится. А надо бы выбрать, куда отнести. Спрашиваться, а что мы знаем? Можно считать, что априори мы знаем, во-первых, каковы доли тех, кто на МИХМАТе среди студентов, математических студентов, тех, кто на ВМК. Что еще мы знаем? Ну, наверное, мы этот список вопросов составили не просто так, и мы знаем априори, какова доля отвечающих вот так, среди тех, кто учится на ВМК, и среди тех, кто учится. То есть мы знаем, вот там ответил студент что-то, да? И мы можем сказать, ну, вот эти ответы встречаются с такой вероятностью среди студентов МИХМАТа и с такой вероятностью среди студентов ВМК. И теперь что надо бы сделать? Вот теперь робот может проделать следующую штуку. Он может посчитать с помощью формулы Байеса, он может посчитать вероятность того, что студент СМИХМАТа, по их данных, его ответы. Ну и уже не надо считать вероятность того, что он с ВМК придат. А что такое при условии Х? Не понимаю. Смотрите, произошло событие, студент ответил. А, Х это не студент, а набор его ответов. Это набор его ответов, набор признаков. То есть вот он заполнил листок опроса. Поставил где-то галочки, где-то написал цвет. Теперь мы хотим сказать, он искатил. Как вот это найти? Ответ посчитаем по формуле Байеса. Смотрите, вот по примеру. Как посчитать такую штуку? Сначала применяем формулу Байеса. Получается Х плюс М на вероятность того, что СМИХМАТа разделить на то, что он для этой задачи даже знаменательный. Он здесь будет таким же самым. Будет тоже П от Х. В принципе, получится для этих студентов, как в РИМАТа РУНК, такие ответы. То есть там всего лишь надо вычислить вот эти выражения и посмотреть, у кого больше, к тому и отнести. То есть вот, казалось бы, эта формула, ее Байеса придумал очень давно, и она долгое время считалась, но совершенно безнадежной. Потому что, ну смотрите, очевидно же, что мешает поменять эту форму. Надо знать вот эти вероятности, откуда же вы их знаете. Но когда у вас вот задача такая, с неполной информацией, когда не хватает данных, чтобы сделать выгод, вот в нынешнее время оказалось, что это отличный подход. С помощью хомала Байеса. Продолжение следует...